Всем привет! С вами Сицилийская фисташка. Сегодня будем говорить об прекраснейших цветах, которые называются ирисы, у которых очень богатая история. И эти цветы, они достаточно древние. Когда нашли фреску на острове Крит, которой 4000 лет оказалось, что на ней изображены как раз эти цветы, ирисы. Также у них есть название Касатик. Это простонародие. Но не только простонародие, также они когда-то назывались род Касатиковых. Сейчас это род ирисы. Это род многолетних корневищных растений. И они распространены в Средиземноморье. Также встречаются на континентах. И порядка 800 видов этих цветов. Совершенно разной формы, окраса. Невероятная у них история. Даже есть легенда, что богиня Ирида спускалась по радуге из ирисов на землю. Также есть информация о том, что именно Гиппократ, древний греческий врач, придумал это название, ирис. Но из греческого переводится ирис как радуга. Тоже очень интересный факт. Вот такое вот многообразие цветов и форм у этого цветка. Хотелось бы упомянуть самые экзотические сорта ирисов. Например, это Red Zinger, Supreme Sultan и Black Dragon. Black Dragon, он самый такой невероятно красивый, черный, бархатный ирис, который просто неотразим. Его надо обязательно увидеть, а то и вырастить на своем красивом огороде. И хочу сказать, что помимо сортов, помимо видов таких, есть еще сибирский вид. Он один из самых зимостойких. И что самое интересное, что именно этот сорт, он ветроустойчив, зимостойик. То есть это самый-самый такой крепкий цветок, самый крепкий вид из всех. Это называется сибирский. Из ириса, ирис, масло ириса добавляют в парфюмерии. Духи, богатые маслами ириса, они очень дорого стоят. Это очень дорогостоящий процесс именно добычи такого масла, потому что не все сорта подходят для этого. Это очень редкие сорта, для них нужны специальные условия. Такая вот очень тоже технология интересная по добыче масла. Существует целое общество ирисоводов, которые создают иридарии и изучают строение, изучают рост этих растений, и изучают почву, как нужно правильно за ними ухаживать, и все в этом роде. Сегодня мы как раз об этом и поговорим. Что именно нужно этому цветку, чтобы он рос красивым, долго радовал своим цветением, какие же условия нужны именно цветку ирис. А условия нужны совершенно простые. Самое главное, это минимальное количество поливов. У него должна быть нейтральная почва, но опять же, почва выбирается, исходя из вида цветка, потому что столько разновидностей у него, и некоторым сортам нужна почва нейтральная, кому-то слабокислая, ну и соответственно, также по удобрениям. Сегодня мы поговорим об основных сортах и основных его видах, так как есть карликовые ирисы, есть средние и очень высокие, порядка до 120 см. Что касается все-таки основных, так сказать, его агротехники, это солнечное место, это основа. То есть, если вы хотите, чтобы цветок радовал действительно цветением, пышные были цветы, то обязательно, обязательное условие это солнечное место, это земля, которая такая воздушная, плодородная, чтобы был торф. Эти цветы очень любят золу. Обязательно нужно вносить подкормки три раза за год, и, конечно же, самое основное, что на зиму их нужно утеплять, хотя они и морозоустойчивые, но, тем не менее, их нужно после обрезки мульчировать. Итак, о агроспособах, которые помогут сделать ирис в саду более крепким. Что для этого нужно? Самое лучшее время для посадки этого цветка, этого растения, это, конечно же, вторая половина июля. Дальше, про почву. Почва должна быть песчаная, на солнечное место, как я уже говорила. Это засухоустойчивые цветы, которые совершенно спокойно переносят засуху, но если вы занимаетесь именно цветами, и можете есть время ухаживать за ними, полив должен быть умеренный, именно умеренный. Не переливать эти цветы, не любят переувлажнение. В почве не должно быть застоя воды, это самое основное. Тогда растение не будет болеть и будет радовать своим цветением весь сезон. Итак, поговорим о почве, которая необходима для этого растения. Почва должна быть песчаная, сухая, это самое основное, такая дернистая. Эта почва не должна иметь застоя влаги. Самое главное, умеренный полив и солнечное место. Только в этом случае растение будет свести и радовать много лет. И на одном и том же месте это растение может расти более 5, а то и 10 лет. А также необходимо вносить удобрения. Удобрения калийные, они вносятся в начале сентября. А также нужно добавлять обязательно золу. Золу можно добавлять в почву даже при посадке. Эти растения очень любят золу. Также, соответственно, что касается обрезки. Осенью обрезаются обязательно эти растения. И на зиму нужно их мульчировать. Мульчировать их, ну вы знаете, сейчас очень много разных приспособлений агротехнических для того, чтобы замульчировать растения. И оно за зиму, естественно, не померзнет. Итак, для голландского Magic, именно для ириса голландского Blue Magic нужна нейтральная почва. Это основа. Также основа то, что высаживается это растение именно осенью. Про полив также это растение любит умеренный полив. Славится это растение, именно этот сорт, своей расцветкой. Очень красивый фиолетовый с желтым. Одна из самых популярных расцветок. Это, можно сказать, классический ирис. Этот цветок, он очень популярен в стиле модерн. Можно увидеть у многих художников, дизайнеров в одежде, на полотнах, на коврах. Такое вот изображение именно фиолетового, желтого цвета. Потрясающее сочетание цветов. И опять же вернемся к агротехнике. Эти растения также любят золу. Можно их подкармливать. Также удобрять три раза за сезон. Также обрезка и мульчирование. Ну, то есть, стандартный, скажем так, уход за этим растением, чтобы оно радовало своим пышным, красивым цветением. И соцветия от всеобщей тоже нужно удалять вовремя. Ну, и, собственно, это самые основные такие уходовые... Это основной уход для того, чтобы ирисы радовали своими такими прекрасными цветами. А с вами была ситилийская фисташка. Я с вами прощаюсь. И до новых видео. Я желаю красивых цветов, хорошего настроения. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok